здравия всем желаю для начала хотел бы задать вопрос куда отправляли русские войска крымскую войну к ответу на этот вопрос я вернусь позднее в конце видео если вы помните я утверждал и сейчас что не было флота затоплено в севастополе а флот дал бой и героический погиб в районе варвар это событие мы знаем как наваринское морское сражение то есть налицо совпадение названий налицо совпадение действующих сил налицо совпадение обстоятельств этого сражения результатов и так далее таким образом негодяи они зашифровывали события носили их в разные времена которые отстояли от реального события возможно даже не на десятки а на сотнями думаете одно такое пасхудство было совершено в отношении событий той войны а вовсе нет вот например балаклава а вот ее двойник а вот малахов курган основное место боевых действий под севастополь а вот его двойник а это альма речка где было генеральное сражение одно из генеральных сражений якобы а вот его двойник ну и если помните мой вопрос который я задавал куда куда отправлялись русские войска крыму куда отправлялись русские войска ну так вот ответ на этот вопрос крыму они отправлялись возможно речка есть такая на балканах а у нас есть граф суворов рымникский если вы помните да у него там сын погиб у суворова ну и с учетом того что с вашей помощью я лучше стал разбираться в событиях о которых говорил девять лет назад то тогда возможно даже вот сюда вот они отправлялись эти войска только рим был не рим а константинополь и надо еще посмотреть когда это местечко чудное которое рома называется да на самом деле стал называться римом мы вспоминаем также что крым в российской империи назывался таврия и ни разу не крым отсюда у нас князь потемкин таврический и ни разу не крым я уж не говорю о том что под мариуполем все крымские названия они в точности копируются там вам и ялта и гурзов ничего там только нет а вот то что война называется край пьян воровская война он видимо она такая была смысле война-то была жуть какая а вот подали ее как воровскую на этом доклад закончил всем добра здравия всем желаю с учетом того что много всего я рассказал то тогда начну с самого начала и так высадка по высадке у меня сразу сразу моментально возникли многочисленные вопросы что нам известно известно что к нам приехала 61 тысяч коллекционных войск все они высадились не в фатуре 2 сентября там несколько дней высаживались и уже полностью полностью высадившись полностью сформировав тылы и полностью реорганизовавшись 20 9 1854 года то есть через 18 дней эти войска вступили в бой который известен как сражение на реке альма как они приехали ну понятное дело морем так вот докладываю но современный десантный корабль док в избе айлан сша имеет возможность осуществлять транспортировку 450 морпехов и автономность его в этом случае составляет 30 дней по провизии ну и также у него имеются на борту специализированные высадочные средства десанта а именно для высадки на песчано-гальковые пляжи и при этом данное то транспортное средство имеет 15 ну почти 16 тысяч тонн водоизмещения ну и простые расчеты показывают что для единовременной высадки не оборудованный порт на берег фактически потребовалось бы 135 136 судов такого класса так вот составе плота сша на 2000 год находилось всего лишь 30 подобных судов зачем я это говорю а затем чтобы вы представляли себе размах вот этой вот военной операции которая называется легко и непринужденно высадка под евпаторией если кто помнит мои предыдущие выпуски именно по этой теме крымской войны тот помнит что высадка в она была собственно говоря второй такой высадкой в этой войне первая высадка состоялась в июле 1854 года и состоялась она в армии который по своим условиям когда был для высадки десанта ну примерно то же самое что и в патуре я позволил себе зафиксировать эти две десантные операции и так 1854 год июль в армии высаживаются англо-французские войска в 1854 году в сентябре евпатории высаживаются же они же взятые из варми перевезены в евпаторию так вот докладываю что эти две высадки это совсем не уникальные высадки и не единственные высадки в этой войне а вот что еще было в 1855 году евпатории был высажен 35 тысячный десант турецких войск в 1855 же году в сентябре этот корпус амера паши был взят из евпатории я перевезен в батум все 35 тысяч ровно в течение этого месяца к 21 сентября 1855 года этот же корпус также море был взят из батума и перевезен в сухом кале все 35 тысяч турок докладываю что все эти порты не являлись тогда портами способными принимать десанты таких количеств то есть эти десанты высаживались фактически на неподготовленное побережье ну а в случае евпатории порт десант не высаживался он высаживался именно на неподготовленное побережье таким образом вот это вот история крымской войны нас уверяет о том что течение войны осуществилось несколько десантных операций и было перевезено четверть миллиона войск для сравнения высадка союзников в 1944 году в нормандии единовременно была осуществлена высадка 156 тысяч человек что составляет две трети от количества войск перевезенных и высаженных во время крымской войны на кораблях не приспособленных для высадки десанта судов которые даже просто не имели возможности осуществлять перевозку живой силы все дело в том что до появления пассажирских пароходов специализированных пассажирских кораблей парус не существовало вспоминаем историю даже более позднюю историю чем наша с вами крымская война о том как был заселен город сан-франциско туда прибывали корабли и это был путь их в один конец потому что команды сходили на берег и корабли топились там и засыпались землей и поэтому есть фотографии где сан-франциско стоят корабли а на них собственно дома построены была теперь скоренько давайте пройдемся посредством доставки и так известно что вся вот это вот кодла приехала на на 335 транспортных кораблях имея в боевом охранении 89 боевых кораблей класса линкор фрегат давайте попробуем понять много это или мало у меня не оказалось под рукой цифр кто был англичан и французов с учетом того что турецкий флот нами был уничтожен только их платы рассчитаны что у них было в 1854 году но у меня есть цифры по 1858 году что в принципе недалеко так вот англия франция совместно имели линкоров и фрегатов 211 единиц много это или мало давайте смотреть с теми силами сравнивать которые к нам приехали а к нам приехала в черное море 89 боевых единиц линкоров и фрегатов на балтику приехала 65 единиц на белое море приехали два фрегата на тихий океан 4 фрегата это вот те фрегаты которые позорно позорно просрали компанию у петропавловского камчатского и позорно отступили так вот 211 кораблей здесь и 160 кораблей здесь речь идет о том что к нам приплыл без малого ну какие-то корабли здесь были в ремонте понятно какие-то корабли англия сто пудов оставила на охрану своего своей метрополии сто пудов таким образом к нам приплыл весь весь англо-французский способный хоть как-то шевелиться боевой флот так вот я могу сделать предположение что к нам приплыл и весь англо-французский торговый флот который вез десант после войны второй мировой адмирал дэнс нацистский командующий подводным флотом начальный период войны написал мемуар мне бы 100 подводных лодок в начале войны я поставил бы англию на колени так вот подводный лод германск срок автономности 20 дней ну пара месяцев англия по его мнению капитулировала но по счастью для великобритании дэннис получил свои 100 лодок подводных лишь в 1943 году когда их уже топили как котят море к чему я продвинется так все очень просто 1854 год седьмой месяц 1855 девятый месяц а еще собрать корабли это вам не просто по телеграфу их вызвать не было тогда телеграфа международного между континентами это значит и год собирать никуда не отпускать допустим а может и больше а потом полгода плыть это несколько лет и плюс еще это все снабжать всю эту армию и плюс еще подкрепление подвозить умножаем на 10 минимум и карат количество рейсов но англия и франция сознательно идут на это сознательно к чему это привело но любопытные могут заглянуть вперед и посмотреть чему это привело в их экономической жизни забегая вперед и кратенько я скажу что дэннис был абсолютно прав абзац у них случился полный после этой войны и все это ради сомнительной чести побегать пару лет по крымскому полуострову да неужели на этом доклад закончил всем добра